Давайте посмотрим, насколько Норвегия зависит от иностранной рабочей силы. Например, концерн Акер. Четыре верфи. Три тысячи сотрудников на прямом так называемом контракте в штате этих предприятий. Местные 500 в лизинге, так называемом рабочей силы, норвежском, из Норвегии. И тысяча иностранные гастарбайтеры, в основном из Польши. Иностранных рабочих с конца января не пускают в Норвегию. Боятся ковида, роста заражений. Страдают производства. Те, кто успел оформить прописку в Норвегии и получить так называемый постоянный номер, не подпадают, но рискуют провести 10 дней в ковидной гостинице за 500 крон в сутки. Но речь не об этом. Речь о тех, кто постоянно живет за границей и приезжает в Норвегию на зарплату. Один из руководителей норвежского бизнеса, норвежской промышленности, объяснил так. Вот вы строите дом, и электрик не пришел. Тогда начинаются проблемы, задержки. Тогда другие мастера не могут продолжить свою работу. Сантехники, плотники, установщики, кондиционеров. Так и в этом случае. Не приедут иностранные рабочие. Тогда и верфи будут вынуждены остановить производство. И отправить местных рабочих в вынужденный отпуск. Вот еще одно свидетельство, в какой степени зависят от иностранной рабочей силы в Норвегии. Акер готов и возил рабочих из-за границы на чартерах. И далее на своих автобусах из ближайшего к верфи аэропорта. В максимальной изоляции от местного населения. Три негативных теста. И только тогда они приступали к работе. Зависимость норвежской промышленности не только количественна, но и качественна. Конечно, речь идет не о грубой физической силе, а о квалификации и опыте. Каждый год, десятилетия подряд, руководители промышленных предприятий агитируют норвежскую молодежь получать профессию. Но по-прежнему нехватка. С горечью сообщил изданию E24.no Стурла Магнус, директор концерна Акер. Вопрос, почему. Но это уже тема другого сюжета. Удастся ли внести в список исключений иностранных рабочих, занятых на верфях? Покажет время. Но бизнес пытается. Предлагая жесткий режим перевозки, карантина и тестирования. Справедливости ради заметим, что опасения норвежских властей не беспочвенны. Ранее были зарегистрированы вспышки короны на верфях среди иностранных рабочих. Не на Акере, но тем не менее. Субтитры создавал DimaTorzok